Девушки отдыхают За время фестиваля строгое жюри оценило 60 фильмов, представленных режиссерами со всех пяти континентов. Но о своих предпочтениях киноведы не говорили и в день закрытия. Далеко не всегда бывает на наших фестивалях такой интерес к кино. Напомним, что Казанский фестиваль прошел под неизменным девизом «От диалога культур к культуре диалога». Как поясняют киноведы, это помогает понять своего соседа, у которого другая религия, другая национальность, но один язык – язык кино. Мусульманский кинофестиваль – это кино не только о зарождении ислама, культуре и ценностях мусульманских народов, но и о настоящих проблемах нашего времени. Фильм «Жасмин», снятый во время военных событий в Сирии, рассказывающий зрителю о войне глазами ребенка, удостоился специального приза гильдии кинокритиков. «Когда я снял «Жасмин», это далеко, в районе называется Дарая, далеко от Дамаска 15 километров. Но там этот район держали тогда половину, это район нашей армии, а остальное половина террористов издамских государств. Было тяжело, потому что война идет, а я снимаю кино». Настоящей героиней церемонии стала малазийка Тунку Монериза. Режиссер фильма «Смирение» трижды выходил на сцену за заветными наградами. За картину о жизни современной семьи, в которой родился мальчик-аутист, фильм получил приз за гуманизм в искусстве, приз за лучшую мужскую роль и спецприз гильдии киноведов и кинокритиков. «Однажды я виделась со своей старой подругой, она мне рассказала о своей дочери. Эта встреча вдохновила меня на создание художественного фильма. Затем я познакомилась с другой семьей, и так появился мой другой персонаж, ребенок с аутизмом Дэниел. Я чувствую, что должна стать голосом этих людей. С каждым годом рождается все больше детей с этой болезнью, не только в Малайзии, но и во всем мире. Обществу пора принять тот факт, что они среди нас». Главную награду 12-го фестиваля мусульманского кино получил иранский фильм «Бессмертный». Жюри фестиваля назвали картины режиссера Хадима Хагеха абсолютным шедевром. В этой неделе о шедеврах мусульманского кино говорили много и будут говорить еще долго, ведь следующий фестиваль состоится только через год. Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс.